Апостол Павел В собственном опыте познал эту божественную милость. Обратимся к одному из его писем, посланию к филиппийцам. В этих четырех коротких главах кроется ключ к победе над депрессией. Это одна из самых оптимистичных книг Библии. Послание к филиппийцам было написано в римской темнице, где апостол был узником. Тюрьмы и сейчас малоприятны, но в те времена они были просто ужасны. Темные, сырые, холодные каменные клетки, нередко устроенные под землей. Заключенных обычно приковывали цепями к стене, давали им еды только для поддержания жизни. С ними жестоко обращались стражники. Трудно вообразить более угнетающую и подавляющую обстановку. Энергичному деятельному Павлу, наверное, казалось, что каменные стены медленно надвигаются на него. Находясь в тюрьме в одиночестве, он должен был бороться с удушающим мраком заточения. Каким-то образом он должен был обезоружить депрессию. И вот как поступил Павел. Он написал удивительное письмо, дышавшее благодатью и благодарением. Послушайте, как начинается послание этого узника. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». И вот как оно заканчивается. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Послание к филиппийцам и начинается, и заканчивается благодатью. Благодать в нем преобладает. Павлу нужно было собраться с мыслями, прохаживаясь взад и вперед по грязному полу тюремной камеры. Но он был не только в темнице. В первую очередь он пребывал в благодати Божией. По мнению апостола, Божья любовь, Божья заинтересованность в нем были превыше всего. Павел не позволил своим мыслям увязнуть во мраке окружающих обстоятельств. Он не позволил беспокойству, обиде и гневу проникнуть в душу. Вместо этого он советует и филиппийцам. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Павел вручил свою гнетущую ситуацию в руки Божьей. Он изложил небу свою проблему. А сделав это, он увидел свет, пробивавшийся сквозь мрак. Апостол осознал, что Божья благодать может разрешить все волнующие его проблемы. И он мог написать, обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования. Павел утверждал, что благодаря сдачению его в темницу, многие неверующие начали осознавать требования Христа, а многие христиане стали смелее говорить о своей вере. Сквозь толстые каменные стены темницы Павел верую взирал на изумительную по своему действию Божью благодать. И он радовался этому. Осознание Божьей благодати помогло Павлу обезоружить депрессию. Он отбросил мысли о себе и стал думать о жизни других людей. Благодати присуща некая внутренняя сила. Благодаря которой мы переориентируем наши заботы во внешний мир. В послании к филиппийцам почти ничего не сообщается об ужасных условиях тюремного заточения. Однако очень много говорится об отношении Павла к христианам в Филиппах. Апостол делится с ними светлой надеждой на то, что и они будут наполнены любовью и засияют в мире подобно звездам. Удивительно, находясь в темнице, Павел изливает благодать на людей, пребывающих на свободе. Он раздвинул стены тюрьмы силой Божьей благодати. Он был не только в темнице. Он пребывал в благодати Божьей. В той стране, где когда-то стоял Вифлеем, На востоке увидели волхвы звезду. В той стране родился Иисус Назарей, И запели все ангелы в райском саду. Субтитры создавал DimaTorzok Встанут те, кто услышал Твое откровенье, Что ждет тебя, Иисус. Я плачу и молюсь. Ты в этот миг, спасая мир, идешь на крест. Молись весь род людском, И сердцем, и строфом, Ведь ради нас он был распят И вновь воскрес. С той поры, то ли в радости, то ли в беде, Имя Божьего Сына у всех на устах. С той поры не встречал я на свете нигде Веры более святой, чем вера в Христа. И свет его затмил все звезды и мира. Он лишь младенцем был тогда, А стал спасителем. Он землю напоил Источником добра И нам объятия открыл Своей обители Мой Бог Сегодня мы поговорим о последних часах жизни Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. От тихой молитвы Сына Божьего в Евсиманском саду До Его громкого вопля на Голговской горе Всего лишь несколько часов. Но краткие часы эти на веки изменили мир. Осужденных привели на место распятия, Привязали к орудиям казни. Оба разбойника вырывались из рук тех, кто распинал их. Но Иисус не сопротивлялся. Мать Иисуса, поддерживаемая Его учеником Иоанном, сопровождала Сына на Голгофу. Она видела, как Он падал под тяжестью креста, и ей так хотелось поддержать Его, омыть Его окровавленное чело, израненную голову, которая некогда покоилась на Его груди. Но Ее не удостоили этой печальной чести. Как и ученики, она все еще надеялась, что Иисус проявит Свою силу и освободится от врагов. И снова она падала духом, вспоминая. Он сам предсказывал то, что происходит сейчас. Когда обоих разбойников распяли, Ею овладело мучительное беспокойство. Неужели Он, давший жизнь мертвому, позволит, чтобы Его распяли? Допустит ли Сын Божий, чтобы Его так жестоко казнили? Неужели ей придется утратить веру в то, что Иисус – Мессия? Почему ей суждено стать свидетельницей Его позора и скорби, не имея возможности даже послужить Ему в Его муках? Она видела, как Его руки растянули на кресте, взяли молоток и гвозди. И когда гвозди вонзились в Его тело, удрученные ученики унесли прочь потерявшую сознание Мати Иисуса. Спаситель не произнес ни единой жалобы. Его лицо оставалось ясным и кротким. Лишь крупные капли пота появились на лбу. И не нашлось милосердной руки, которая отерла бы этот холодный предсмертный пот. Не было слышно слов сочувствия и преданности, которые могли бы поддержать и ободрить Его. В то время, как воины делали свое страшное дело, Иисус молился за своих врагов. Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Он думал не о собственных страданиях, а о грехе своих гонителей и ужасном возмездии, которое постигнет их. Христос не проклял воинов, которые так бесчеловечно обращались с Ним. Он не призывал месть на голову священников и правителей, которые радовались, что добились Своего. Христос проявил сострадание к их невежеству и грехам. И Он молился о прощении их, ибо не знают, что делают. Зная они, что истязают того, кто пришел спасти грешный род от вечной погибели, их охватил бы ужас и муки совести. Но невежество не снимало с них вины, ведь их долг в том и состоял, чтобы познать и принять Иисуса как своего Спасителя. Некоторые из них впоследствии осознают свой грех, покаются и обратятся. Некоторые не пожелают каяться, и молитва Иисуса о них не исполнится. Но, несмотря ни на что, Божий план должен был вскоре осуществиться. Иисус завоевывал право быть ходатаем за людей перед лицом Отца. Эта молитва Христа за своих врагов охватывала весь мир. Она относилась к каждому грешнику, в какое бы время он ни жил, от начала мира до конца времен. На всех лежит вина за распятие Сына Божьего. Всем безвозмездно предлагается прощение. Каждый может примириться с Богом и наследовать жизнь вечную. Господи, помилуй, Господи, прости, Господи, мне руку протяни. Господи, помилуй, Господи, прости. Господи, помилуй, Господи, прости. Господи, мне душу исцели. Молись, когда слабеют силы, Когда возвысишься, молись. Молись, когда за малых просишь, За злого нет рука, молись. Господи, помилуй, Господи, прости. Господи, мне душу исцели. Молись, когда слабеют силы, Молись, молись. Молись, печальное мгновенье, Чтоб Бог простил тебя, молись. Господи, помилуй, Господи, прости. Господи, мне руку протяни. Господи, помилуй, Господи, прости. Господи, помилуй, Господи, прости. Господи, мне душу исцели. Мы начали наш разговор по поводу публикации так называемого Евангелия от Иуды со специалистом-богословом, преподавателем Заокской Духовной Академии, магистром богословия Анатолием Анатольевичем Симушовым. Сегодня, как и было обещано, мы продолжим нашу беседу. А как относятся к данному Евангелию серьезные богословы? По всей видимости, это все обусловливает достаточно сдержанное отношение именитых ученых, богословов по поводу данного Евангелия, что отличает реакцию этих ученых, конечно же, от реакции средств массовой информации владельцев рукописи, которые, конечно же, заинтересованы в создании наибольшей интриги вокруг этого документа. К примеру, может служить высказывание известного богослова из Утрихского университета Ван Оорта, который достаточно сдержанно высказывается по поводу этой находки и говорит, что вряд ли она сможет изменить коренным образом наше представление именно о раннем христианстве, о христианстве I века. Если есть ценность Евангелия Теуды, то, скорее всего, эта ценность касается уже истории церкви во II веке. Анатолий Анатольевич, как Вы считаете, когда и кем, предположительно, было написано Евангелие Теуды? Сразу же нужно сказать, что практически нет никаких оснований считать, что это Евангелие было написано Иудой Искариотом. Параллели с гностической литературой, найденной учеными в 1945 году в Египте в местечке под названием Накхамади, убедительно свидетельствуют в пользу того, что автор Евангелия от Иуды был гностиком, членом религиозного движения, отколовшегося от основного течения христианства и пропагандировавший свои определенные взгляды на мироустройство и на жизнь и служение Иисуса Христа. Эти параллели исключают возможность того, что Евангелие от Иуды было написано действительно Иудой Искариотом. Более того, эти параллели свидетельствуют в пользу того, что Евангелие от Иуды, самое раннее могло быть написано, это первая половина II века. Вряд ли это Евангелие могло быть написано в начале, в конце I века. Самая вероятная дата, как я уже сказал, это начало II века. Здесь нужно отметить, что сам кодекс, который был обнаружен, он, конечно, датируется значительно поздним периодом, в IV-V веках, но поскольку считается, что коптский текст Евангелия от Иуды представляет собой перевод греческого текста, и поскольку Евангелие от Иуды упоминается одним из ранних отцов церкви, Иринеем Леонским, есть основания считать, что текст Евангелия оттуда действительно был написан во II веке членом гностической секты. Какова, на ваш взгляд, цель написания этого Евангелия? Цель написания этого Евангелия необходимо рассматривать, исходя из тех целей, которые преследовали члены гностических сект в целом. То есть, прежде всего, это приобщение к тайному знанию, поклонниками и почитателями которого они были, но и в то же время полемика с основным течением христианства. Как раз этим и можно объяснить тот самый акцент на роли Иуды-Искариота в жизни Христа. Действительно, в этом Евангелии Иуда представляется как персонаж положительный. Несмотря на то, что Иисус говорит, что он вызовет ненависть по отношению к себе своим поступкам, тем не менее подчеркивается, что поступок Иуды очень важен, и в одном из мест, даже где Иисус, обращаясь к Иуде, якобы говорит о том, что ты совершишь великое дело, потому что ты предашь смерти, предашь казни человека, в которого я облачен. Сама эта фраза явно свидетельствует о гностическом происхождении, поскольку для гностиков очень трудно было принять идею Бога воплощения, поэтому эту идею они всячески пытались обойти различного рода представлениями о том, что божество облеклось в человеческую плоть, что эта человеческая плоть ограничивала проявление божественности, и, соответственно, чтобы божественность в полной мере себя проявила, плоть нужно было принести в жертву. Поэтому Иуда, который предал Иисуса Христа на распятие, становится героем этого Евангелия, тем более, что Иуда, как антипод двенадцати апостолов, является хорошей возможностью ввести полемику с основным направлением христианства, которое возводит свое происхождение к двенадцати апостолам. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Жертва ныне безгласная на нем Желание веков не трон земной Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Желание веков не трон земной Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!